Дело в том, что этот дом стоит в самой низине. Он построен еще в середине прошлого века. Дождевые воды, стекающие по ливневой системе, из-за плотной застройки концентрируются именно на этом, самом низком участке. Ливневка просто не справляется с потоком. В дополнение к ней городские службы проложили здесь еще одну дренажную трубу. Но и это кардинально проблему не решило. При сильном дожде, когда в речке Анапке поднимается уровень воды, идущим потоком просто некуда деваться. Кроме того, бывают забитые дренажные каналы на соседних участках. Где мы были, мы прекрасно видели эти выпускные трубы ливневые. С одной стороны, она чистая, проходит. И мы когда подошли, именно в плавне, то, что выходит, труба тоже, она чистая. И те собственники домовладения, которые в прекрасном углу говорят, что их топят, тоже подошли, увидели, что там все проходит, все чисто. Каждый собственник должен следить за своей прилегающей территорией. Есть где арки, это хозяйственным способом, то, что сделано, надо все равно их как-то чистить, периодически их чистить. Вот мы увидели, да, что он там немного заросшен, но мы все равно пошлем этим строй, они почистят, выровняют там. Чтобы кардинально решить проблему подтопления этого двора, собственнику необходимо поднимать фундамент строения. Выходом может стать и замена забора на бетонный, чтобы он стал заслоном от большой воды. Продолжение следует...